Здравствуйте, друзья! В том уголочку это я, Железов Валерий Константинович. Вот и сейчас мы с обсудим еще одну тему под названием питомник Железовых. Был он мой, вот и сейчас он перешел несколько лет назад руки моего сына Сергея. Он его ранил, кстати это мой второй сын Артем. Сергей, ну давайте посмотрим пока на эту картинку. Вот он справа. Итак, наша задача с вами сейчас попытаться не просто побывать на питомнике, а побывать обстоятельно весной. Вот наша задача, моя задача Железовых, чтобы вы побывали в питомнике в мае весной, осенью, зимой и летом. Помните, была такая горькая шутка в советское время? Знаете какая? Вот, в России четыре беды. Весна, лето, осень и зима. Это касалось сельского хозяйства. Сейчас лучше не с того, вот, потому что по-прежнему мы очень сильно зависим от капризов погоды. Особенно страдает питомников, фактически питомников в нашей стране загублено. Вот, и так как я уже беру шире, не просто агроприем, а я беру шире, потому что за словами загублено должны стоять, это что-то не, как раньше говорили, или в определенных кругах, надо за базар отвечать. Вот я попробую. Итак, вначале конкретно, чтобы хоть и уяснили для себя то, что вам может пригодиться, но и попутно я буду говорить более широко. Значит, система такая, нет системы. Я мог их выстроить последовательно, то так же точно. Весна, лето, осень, зима и все агроприемы, но я так не умею и одно знаю. Я бывший студент, я знаю, что такое бубнящий голос преподавателя, полусонная аудитория, и этот древо там плавно переходит уже в глубокий сон, особенно в дальних партах. Поехали. Нет, не поехали, мне надо отключить телефон. Иначе, прошу прощения, что я его не отключил. Обязательно кто-то позвонит. Все, теперь можно спокойно говорить. Поехали. Снимаю и самим компьютером, еще снаружи мне стоит, это на всякий случай бывали, всякий сбой, на всякий случай, еще снимаю с помощью видеокамеры. Смотрим. И так подряд, без всякой системы. Почему? Гарантирую, не уснете. Так, сын Артем. Вот, приезжает ко мне иногда с Украины для того, чтобы подзаработать. Было дело. Значит, питомник вот такой вот он. Почему под бутылками? Потому что под ним теплее. Вот там, на дальнем плане, видите, белое, это только-только еще всех сходит. Вот. Сальницы привиты. Как? Посмотрим потом. Еще раз говорю, тема питомник. Наверное, получится несколько серий. Так, поехали дальше. Фотографии не одна сотня. Ну, кто-то из приезжих затарился нашими сальницами. Тринадцатый год. Это было. Да, это еще я был. Хозяйничал питомники, а сыну. Это было 22-23. Он еще искал себя в качестве электролитника. Вот. Значит, эти саженцы выращивал я. Ну, я считаю, саженцы нормальные. Такие саженцы никогда не погибали. Если один из сотни, если верить в какому-нибудь звонку, обиженному, одна из сотни. Это идеальный вариант для всей России. Кстати, отдельная тема, которую мы, естественно, трогать не будем. Знаете, какая? Геопатогенные зоны. Вот там, где сейчас Сергей. Вот смотрите. Вот слева Артем. Вот Сергей, кстати. Вот его бабушка Сергея Анна Ивановна. Тарская Небесная. У нее не отдохнешь. И вот, значит, там, где Сергей, есть вот такая небольшая геопатогенная зона. Смотрю, саженцы погибли. Второй раз погибли. Посадил. Семена не сходят. Вот тут такая небольшая. Метра на два площадь. А вообще их у меня несколько. Я их знаю, потому что я белокатовщик. Ну, вот. Что мы видим? Бутылки еще где-то есть, а где-то уже нету. А раз нету, значит, что? Значит, их сняли, так как уже проснулись почки, зазеленили. Вот. На ближнем плане вы видите маточное дерево. Вот она, яблони молодая. А почему так получилось? Вот там, где сейчас вот эти зеленые перед нами, прям перед глазами вот эта зелень, это дёрт. А здесь одна, вы видите, два саженца, видите. И вон там, вдали, возле забора, три-четыре. Это маточное дерево. Это тоже был питомник. А теперь приглядитесь. Даже там, где они сейчас тяпают, вот саженец. Если видно стрелку у вас на телефоне, вряд ли. Вот саженец. Это будущее взрослые деревья. Они остаются навсегда. А между ними вот эти, и как я его назвал, вот эти взрослые деревья, то есть подрастающие деревья, оставленные навсегда, они постепенно выдавливают отсюда питомник. Потом я это самое, справа прикуплю землю после 13-го года. Потом слева я прикуплю землю. И так буду расширяться. А сад остаётся навсегда. Так как он не тронутый, не пересаженный, не с количеством корней, то он и заработал славу лучшего сада в России, потому что если у кого-то что-то умирало, то у меня никогда практически. Вот. Вот эта фотография. Значит, когда Сергей начал хозяйничать, я помню, это было лет шесть назад, поступил заказ из Питера. Пришлите сотню саженцев. Вы видите персики сверху, да, вот они, настоящие персики. Вы видите, сильный обрезка. Это не для того, чтобы запихать в коробку. Нет. Вот. Это значит, что я это называю предпосадочной обрезкой. Обязательной. Но обрезка, это будет уже другая тема. А пока продолжим про питомник. Итак, получилось следующее. Итак, сотни саженцев, тщательно упакованные. Знаете, там внутри эти мокрые, отжатые тряпки, которые завернуты в полиэтилен. И вот в таком виде сырые корни доходят до места. Итак, Питер. 100 штук. Самое интересное было другое. Когда год спустя пришел второй заказ, тоже штук на 80, по-моему. То есть, это я не переписывался. Это Сергей со своим клиентом переписывался. Но нетрудно догадаться. Раз были они получены, да, весной, это весеннее, да, пересылка, посажены. И раз в год спустя обратился на следующую партию, значит, первая партия жива. Нетрудно догадаться. Получилось бы как всегда. А знаете, что такое как всегда? Как в том анекдоте. Отдайте чем-то, но то будет как всегда. А что было? А не отдавали ни разу. Так вот, когда питомники совершенно без всякого стыда продают всякое дерьмо, а потом это дерьмо становится мертвым, выброшены деньги, и садоводов все меньше. Согласите, что это приятное исключение. Следующая фотография. Вот эти уже ближе. То есть, вот эти саженцы сено обрезаны. Вот, я вижу, что это поздняя осень. Вот, они уже практически осыпались или завяли листики. И это время осенней пересылки. То же самое. Спокойно укореняются, и никаких проблем не бывает. Еще раз говорю. Про этот питомник вы нигде. Проклятие сыпется на все практически питомники, потому что, ладно, по ним выросли свои. Сейчас я вам рассказываю, как, да, кстати, именно, что проклятия нет в интернете о саженцах Сергея Железова или, как раньше, обо мне. И вот тут такой момент. Видите, как-то они не кажутся вот такими нарядными, мощными. Я покажу и мощные. Просто, естественно, вида нет. Пожухли листья, половина саженца отрезана. Видов вроде нет. И, тем не менее, они живут все невероятные. И вот я рассказываю. Однажды я обречаю телевизор. Я имею право поговорить, потому что все бесплатно, все от души. И там на нашем хакасском телевидении ведущая задает вопрос с улыбкой даме, которая представляет какой-то надзор. Может быть, сельхознадзор, может быть, этот самый, Роспотребнадзор, еще и санитарный надзор. Вот какой-то запят проицы. И она ей задала вопрос, который, при моей плохой памяти, мне врезался на всю жизнь. Почему? Скажите, пожалуйста, уважаемая Анна Ивановна или Марья Петровна, как получается? Рынок заварен импортными санкциями. Они практически все погибают. Почему вы не запретите их поставку в хакасию? Ответ, уважаемые дамы. Я не шучу. Это все правда. Вы знаете, мы не имеем права. Вот и все. Нет, не все. А скажите, что делать людям? Как их отличить? Вот. За стулья взялись. Крепко-крепко. Держитесь. Ответ был такой. Значит, если саженцы мощные, красивые, значит, они импортные, они помрут. Не берите их. Если саженцы скромные такие, я не сказал обширенькие, но скромные, они по внешнему виду сильно-сильно уступают. Тут уже, почти наверняка, вы не ошибетесь, если их купите. Вот такой ответ. Это вместо того, чтобы просто запретить. Вы знаете, что сейчас с саженцами творится в России? Распало связь с временами. Но я об этом чуть позже скажу, потому что вы скажете, я прошло уже сколько? Десять минут, да, а еще ничего не сказано про это. Ну, практически советов почти нет. Идем дальше. Вот это будущий великий садовод. Он уже хотел быть пожарным, он уже хотел быть. Сейчас самое противное, потому что этому ребенку 10 лет, он учится на блогера и говорит, я буду богатым блогером. Переобедить пока не удается. Но какие-то навыки уже у него есть. Пойдем дальше. Вот. Ну, здесь вы видите часть этого самого прикупленного участка еще, который справа еще. Я так кусками прикупал. В общей сложности я потратил на прикупленное больше двух миллионов. Я из-за этого богаче не стал. Вот. А землю это, я считаю, предательство, что в Сибири, где миллионы гектар зарастают соснами, а на многих участках уже сосны по нескольку метрам высоты, густо растущие, полностью утрачено плодородие почвы, вот. А все равно земля свои сходные значения не положено. И вот получается, что мы так прикупаем, и получается, что пока живем только за свой счет, выживаем и пробуем развиваться. Вот. И вот так. Видите, вот такая невидимая граница. Слева освоенный участок, а справа за 500 тысяч прикупленный участок. Вот то, что от дерева справа. Пойдем дальше. Ну, о чем этот СИГА? Ну, тоже это. Если бы, знаете, когда-то, друзья, я очень важно открытие сделал. Оно такое. Первое. То, чего не то, что не знает, но просто всем по барабану, что выпускники сельхозвузов, экологи, там, как их зовут, биологи или ботаники, агрономы, они могут посадить в сад. И никто не доверит посадить в сад. На импортозамещение отпускали десятки, сотни, миллионов рублей. Вот. Я знаю, скандалы были у нас по Югу России, по Беларуси. Деньги освоились так. Вот. Я про этот фильм снимал, потому что мне попадала, как блогеру, очень ценная информация. Это просто дикий ужас. Деньги потраченные, садов нет. Вот. Я туда в отчаянии придумал. поступает при этом. Настоящая учеба студента заключается все на все. Он поступает в ВУЗ. Они есть практически во всех областных городах, областных, подчеркиваю, крупных. И ему выделяется, например, 10 соток. И с этого ты сдашь экзамены выпускные, ты получишь диплом, когда ты угостишь приемную комиссию плодами. Раньше, даже раньше неплохо. Зачем тебе, умному, такому 5 лет или 6 учиться? Достаточно всего 3-4, если ты комиссию угостишь со своего участка прекрасными плодами. Это конечная цель. А для этого надо много знать, раз, и добывать материалы. вначале семена, подвои ворачивать. Это настоящая, это не глупости, когда выспится на лекциях студент. От сессии до сессии студент, как там мы песни пели. От сессии до сессии живут студенты весело. Так вот, весель окончится. Хочем диплом настоящий. Как там был анекдот один из последних смешных. Вот в это метро в переходе станции Белорусская состоялась встреча выпускников вуза, купивших дипломы в переходе этого метро. Смешно мне, да, и грустно. Итак, перед вами саженец, который остался навсегда. То есть, здесь было густо-густо саженцы, они были проданы, они были выкопаны. Вот, видите, черненькая белец. Это горшки последние еще, вот, у них были саженцы. А вот эта трехлетка, она уже осталась навсегда. И она послужила матышным деревом. То есть, с нее взяты черенки. Это не просто обрезка, ради обрезки. С нее взяты черенки, да, привык к другим. Это роскошнейшие не имеют аналога больше на всей планете. Почему не имеют аналога? Потому что это настоящие вегетативные гибриды, сросшиеся с этим самым, с манджерскими абрикосами, сверх морозостейки, черненькая не имеющая аналога. Итак, вы видите, как делается обрезка для продления рода, для создания новых вегетативных гибридов. 5-6 почек остается, это же учеба. Вот, и буквально метровая, видите, где они толстенькие, кореностые, метровые ветки отрезаются. Нижняя часть, половина метровой ветки, нижняя, служит черенками, почками для, не почками отдельными, а кудровкой, а для овощины кудровки, или для прививки пень-врачеб. Сразу видите, опять про теорию и практику. Идем дальше. Ну, время, сами понимаете, явно минусовая температура. Обычно это минус 5, минус 10. Вот, Сергей, например, только, вот, сейчас я покажу, сроки покажу, как я это сделаю. Я на секунду перепрямлю, не спешить не буду, может, отключаться, если кому-то неинтересно. А я перехожу сюда, фотографии, 21 год, 22, я все пишу, 21. Вот, это уникальная, моя уникальная маленькая часть огромного архива. Вот, последняя фотография, сейчас покажу. Вот, они тоже касаются, только я еще не перенес в этот самый, в этот самый. Вот, где-то у меня Сергей, я хотел показать его фотографии, соответственно, я хотел показать дату. Ой-ой-ой, она еще на этом, на флешке. Она еще на флешке. А флешка как раз сейчас вставлена в фотоаппарат, значит, я показать не могу. Вот, ладно. Короче, там, знаете, 26 марта он сидит, точит нож приемочный. Ну, кто видел, был на вебинаре, у меня по пандельнику раз в неделю в течение 407 лет проходят вебинары. Ладно, возвращаемся назад, где мы были. Вот, а мы были, вот здесь мы были. Итак, это примерно сонаранья начинал при легких морозах в середине марта. Как-то раз даже 15-го, но это опасно. А так обычно с 20-го по 30-е он уже прерывает деревья. Это самый, так сказать, пик работы. И захватывает, так как времени еще не хватает, приходится работать еще на кране. Один из лучших садоводов в России, Сергей Борисин, один из лучших садоводов в России. Он, считайте, не то, что не прикарен, но он и на крайний день зарабатывает. А куда деваться? Мужчина, только дело, что он не нужен науки, а он еще агроном. Он не как я, какой-то металлург, как меня же поняли. Эти же самые ученые-дамы. Вот, разлившие, что я запрещаю калече деревья. Вот. Пошли дальше. Ну, с фотографии вы видели, проскакиваем. Вот. Вы можете обратить внимание на черенки. Это нижняя часть веток. Подчеркиваю, нижняя. И черенки берутся с нижней части. Уже отрезанной веткой. Вот. Эта фотография тоже очень примечательна. Почему? Посмотрите, как получается. Да, это абрикосы. Вот эти абрикосы были посажены в сентябре. Ну, в конце сентября. Так. Вот. Они посажены на склоне. Это склон. Это хорошо. Почему? Потому что не заставится. У нас всегда было снега. И вот это малоснежное, убедительное дело, считается, оно должно было бы убить корни за морозить. А корни страшного морозостойки именно у межи с абрикосом, которые являются основой моего сада заменитого. Так. Мальдорский. Они едите, они полукультурные. Они оккультурились уже у меня в саду. Но оккультурирует это другой вопрос. А так получается, что они настолько хороши, что без всякого страха Сергей их взял еще гуще росли. Еще гуще. Прямо быстро-густро. Прямо в школках землевещения не хватает. Вот здесь были проданы годы врачи. Не все. Видите, не все. Были проданы абрикосы, выкопаны и на их место посажены вот эти вот. Посажены как вчерки поздней осенью, но весной. Вот она. И, кстати, сильнейшая обрезка это закон вот этого. Который пока единицы на всей планете признают, что при персадке всегда надо дорезать. Это уже не единица. Моих учеников несколько тысяч, но миллионная, многомиллионная армия наших россиян об этом не знает. Садишь, пересаживаешь, обрезай. И вот они, официанты заявляют, вот эти пересаженные, то, что вы видите, вот вдоль дорожек, эти пересаженные водороски абрикосы, будущее подвое, они никогда не погибали у меня. Вот. Невозможно их убить. За все годы было четыре случая, когда в основании все-таки некоторые совсем слабые оказались на выпривании. Смотришь, карат славится. За все годы я на четыре случая, когда просто брал их, выдернуть их невозможные из земли, я просто вырезал западлицы земли, и еще и забывал о них. Вот. Идем дальше. Вот это интересный момент, сейчас поймете. Здесь получается, они еще до пересадки. То. Как раз вот так получается, у меня системы нет, после пересадки. А садишь, смотря, до пересадки. Что это означает? Это означает, что густота, очень густо приходится и садить, и вот так они вырастают за одно лето. Кстати, надо посмотреть, а звук там есть? Ой, слава Богу, есть звук. А то просто многие из вас, немногие, но около 100 человек, как-то оказалось, прямая трансляция. Вот сейчас я не знаю, есть ли сейчас прямая трансляция в Ютубе. Я никогда ее не замечал, может, не знал. А дня три назад я снимал такой же фильм, вот, и видели люди эти же фотографии, ну, не больше 100 человек там, это, просмотров, потому, там, не было звука. Ну, больше 100 видят, что звука нет, я не заметил, что звука нет, и целое кино пропало, разве что, полюбовались на эти же фотографии, в течение, там, 340 минут, а я даже видел, что меня не слышно. А сейчас вот я посмотрел, и сразу это, ах, есть звук, а тогда не заметил, что его не было. Смотрим дальше, и так они, вот такие, вырастают, они густо растут, они мешают, вырастают где-то до моей груди, и потом еще раз возвращаюсь, еще не раз покажу, вот что я вам показываю, друзья, видите, это пересадка с сильнейшей обрезкой, вот, и, раз уж мы опять на нее, на эту фотографию любимся, что еще вам покажу, вот, если мы, знаете, как я говорю, студенты должны будут представить свои, это моя мечта, ленизм, это все, студенты, будут представить комиссии плоды, угощать прямо в саду плодами, они должны видеть качество саженца, они должны видеть, что никаких искусственных штампов, ни с каких осветлений, с колечных деревьев, все это уже по-дому, хотя, может, за это и двойку поставят, скажут, вы что, у вас сильно густые эти самые молодые, студент за 5 лет должен растить, у него молодые деревья, вы что, если старые преподаватели, которые учили эти колечные деревья, смотрите, сколько я эту таберезивку буквально критиковал, а кроме этого студенту будет представлено несколько тысяч фотографий, я свои отдам бесплатно, вот такие вот, и он должен будет сказать, а что еще, а только склон, а склон, чтобы в солнечном лути к углу этого самого, и так, если бы ровная поверхность, и так солнце все-таки сибирское, но пониже, согласны, тогда нужно, добавлялся еще склон, вот столько, поняли, вот, поняли, надеюсь, то есть, чтобы, если есть такой склон, то участок, не сходя с места, как бы переезжает на юг километров, ну, если склон 10 градусов, наверное, километров на 200-300, это тоже немало, еще, и, конечно, еще и не Украина, но уже, как бы, уже и по синий Сибирь, а что еще может студент, а потому что ему покажут, вот, фотографии, да, причем компьютеры представлять бы всякой системы, почему, потому что я как раз такую практику и провожу, никакой системы, если бы я был студент, что я говорил, я бы про склон сказал, про южный склон, про то, что здесь теплее за счет склона, солнце лучи бьют под более крутым углом, я бы сказал, что время явно еще раннее, наверное, это сибирский март, наверное, это, да, это в апреле вначале тоже такая же, примерно, картинка была бы, да, вот, вот этот момент, что плевать надо, что благодаря бутылкам, о, вон, с левой, видите, бутылочки стоят, вон они, под ними теплее, значит, этим удлиняется, условно говоря, сибирское лето, а значит, да, все должны быть здесь, ну, это все сказал, нет, еще студент должен сказать про обрезку при пересадке, тогда приживаемость будет сто процентов, как у тебя, а вот смотрите, торчат эти, вроде бы и питомник, вы заметили, тут самым старшим, ну, два года, а видите, они уже все цветочные почки, вот справа вверху, да, это цветочные почки, вот, вот столько можно наговорить, дальше, значит, наверное, я бы еще продвинутый студент, который захотел бы заработать пять плюсов, или даже шесть, но это я шучу, насчет шестерки, а он на дальнем плане, сплошной лес, этот самый, сосновый, а ближе к плане, естественно, что сотни лет назад, это была бывшая казацкая станица, казаки тут осваивались, и вот, расчищали, превращали пашню в бывшую тайгу, а стоит вот здесь прекратить деятельность, как вот многие колхозы забыли, здесь снова появятся сосны, и уже, так как знают препятствия, что уже нужно прекратить, вот тут абрикосы, что происходит? правильно, значит, не надо бояться, мест, где были бывшие хвойные леса, и спокойно можно садить, хотя бы абрикосы, абрикосы не любят жирную почву, а сосны растут, как раз на песке, и на суписи, вот сколько студент может сказать, и уже заработает пять плюсов, ну вот сейчас, ровно через минуту, перестанет, этот самый работает, как я его назову, вот эта камера, я на всякий случай, тогда, и уже, батарейки подсели, я тогда, еще немножко, и остановлю трансляцию вообще, и проверю, вдруг опять, как в прошлый раз, сорвется съемка, из-за того, что я плохо умею обращаться с компьютером, ну на этот можно полюбовались, еще раз, это до, пересадки на постоянное место, не постоянное место, имеется ввиду, полупостоянное, это уже настоящий, самый настоящий, этот самый, будущий сад, ну питомник, но будущий сад, что тут еще, вот этот склон, если вы видите, вот тут растет, это было, раз еще даты нет, это будет 2020 год, да, или 2019, вот это я прикупил, вот этот забор еще до сих пор, не снят, вот он, этот участок был прикуплен, справа за поллимена, и вы видите, на этом участке, вы обязательно должны, обратить внимание, ой нет, сейчас закончится, ну что, переходим в серию номер 2, а пока останавливаемся, раз запись заканчивается, заодно, и пусть остановится вот это вот, последнее трансляцию, ничего страшного, у меня будет 2 фирмы, если оба получатся, до свидания, друзья, ждем серию номер 2, до свидания.